ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сегодня представитель Рязанского управления Роспотребнадзора Наталья Гришкова сообщила нам по телефону, что проверки ресторанов в сети МакДональдс проводятся и в нашем регионе. О результатах будет известно попозже. Свои мероприятия на днях провели сотрудники Рязанского наркоконтроля. В нескольких районах области их оперативный интерес реализовался в конкретные результаты. На минувшей неделе сотрудникам госнаркоконтроля пришлось потрудиться, проводя очередной этап операции МАК. О некоторых эпизодах наркополицейские нам рассказали сегодня. В Скопине прошло задержание 38-летнего местного жителя. Багажник его автомобиля был до отказа наполнен марихуаной. На минувшей неделе рязанские наркополицейские изъяли свыше 8 килограммов наркотиков в рамках проведения оперативно-профилактической операции МАК-2014. Так в городе Скопине произошло задержание 38-летнего местного жителя, который являлся субъектом оперативной заинтересованности сотрудников Скопинского межрайонного отдела наркоконтроля. При досмотре автомобиля ВАЗ-21112, которым владеет мужчина, сыщики изъяли 4 килограмма 900 граммов марихуана. А в Шиловском районе наркополицейские при проверке оперативной информации задержали 54-летнего мужчину. В принадлежащей ему нежилой постройке было обнаружено без малого 2 килограмма марихуаны. Позднее в Касимовском районе сотрудники местного подразделения нанесли визит к 47-летней жительнице села Алешня. Тут оперативникам УФСКН в буквальном смысле пришлось заглянуть под кровать подозреваемой. Как выяснилось, хранилище для запрещенных веществ женщина устроила в своей спальне под кроватью. Там находилась кастрюля с гашишным маслом массой 400 граммов, а также пакет с марихуаной массой 1 килограмм 100 граммов. Во всех трех случаях возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса. Это незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Также в Касимове была пресечена деятельность настоящей организованной бандитской группы, в состав которой входила супружеская пара и двое их приятелей. Все они жители Касимова и Касимовского района. Как установлено, данные лица с начала лета текущего года осуществляли торговлю героином. Наркотик закупался в Московской области, привозился в Касимов, расфасовывался на более мелкие дозы и в розницу продавался местным наркопотребителям. В эти выходные рязанские дорожные инспекторы рейдовали по пьяным. Как известно, выпивший водитель уже преступник. Об этом с самого начала обучения твердят даже ученикам автошкол. Во всяком случае, обязаны твердить. Однако поддавшие граждане так и лезут в автомобили, чтобы прокатиться с хмельным ветерком. Четыре десятка пьянчуг выявили за субботу и воскресенье на дорогах региона полицейские. Еще трое отказались от медицинского освидетельствования. Но таких гордых людей относят к тем же нарушителям. Так что, как веревочки не виться, конец один. А если брать статистику более протяженной во времени исследования, то счет нетрезвым водителям идет на тысячи. Сегодня в областном суде присяжные вынесли обвинительный приговор по делу четырех рязанцев, обвинявшихся в разбойном нападении и убийстве. В нашем репортаже вы узнаете подробности, а также увидите кадры оперативной съемки, предоставленные телекомпанией следствием. Что движет людьми, когда они идут на преступление? Ответов может быть великое множество. Отчаяние, желание легкой наживы, банальная зависть. Молодые крепкие ребята берут в руки оружие и идут убивать за деньги. К сожалению, эта беда из бандитских 90-х плавно перекочевала и в 2014 год. В Рязанском областном суде вынесен приговор четверым совсем молодым ребятам. Собранные отделом проследования особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Станиславу Кириллюку, Никите Сталаеву, Артему Маркову и Дмитрию Коркину. Первые двое признаны виновными в совершении преступлений, таких как убийство и разбойное нападение. Коркин и Марков в совершении разбойного нападения. Уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения вечером 10 июля 2012 года в своей квартире, которая расположена в одном из многоквартирных домов города Рязани, тело 24-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти. В квартире был беспорядок, свидетельствующий о том, что в ней что-то искали, однако по заявлению хозяйки из дома ничего не пропало. Подозреваемые в его совершении были установлены и задержаны. Ими оказались четверо молодых людей, трое из которых проживали в Рязани и один в пригороде областного центра. Следствием и судом установлено, что Коркин работал у женщины, которая являлась индивидуальным предпринимателем. По его данным дела у нее шли успешно, поэтому он предполагал, что в квартире женщины имеются деньги, ценные вещи. Узнав о том, что женщина располагает приличной суммой денег, молодые люди решили наладить контакт с ее сыном, так сказать, войти в доверие к приближенному. Роковое знакомство стоило жизни молодому человеку. Он сам открыл дверь квартиры своим палачам. С целью хищения они вчетвером на машине приехали к дому, где проживала женщина-предприниматель. Коркин и Марков остались в машине, а Кирилюк и Столаев поднялись в подъезд и позвонили в дверь квартиры. Дверем открыл сын хозяйки, который в тот момент находился дома один. Оглушив молодого человека, Кирилюк и Столаев проникли в квартиру. Причинив молодому человеку ножевые ранения, они стали искать деньги, ценные вещи. Не обнаружив ничего ценного, злоумышленники скрылись с места происшествия. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия. Приговор сегодня определил суд присяжных. Суд признал подсудимых виновными и назначил Кирилюку по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на один год, которое будет исполняться после отбытия основного наказания. Сталаева по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на один год, который будет исполняться после отбытия основного наказания. Маркову 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Коркину 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Работать молодым людям было сложно, а убить человека оказалось легко. После таких историй страшно представить, с кем мы ежедневно сталкиваемся на улице. Едем в общественном транспорте, стоим в очереди в магазине. И не поймешь, то ли эти ребята воспитывались в такой обстановке, то ли, простите, бригаду пересмотрели. Из чего они взяли, что такое поведение является нормальным, тоже непонятно. В эту субботу в Рязани Соборная площадь и впадающая в нее одноименная улица напоминали, если не карнавальные бразильские плаза и авеню, то нечто совсем близкое, расположенное к ним в плане праздничного действия. Город отмечал праздник Грин Парк, территория детства. Такого действия, надо сказать, мы, горожане, еще не видели. Тут вам и веер спортивно-развлекательных площадок, и бронзовые статуи, на поверку оказывающиеся живыми артистами, и трехметровые пьеро, шагающие над почтеннейшей публикой, и сцены, музыка, и танцы, и веселье. Праздник получился не только веселым и по-хорошему шумным, но и самым, что ни на есть, демократичным. Так, например, стенды и площадки представляли не просто ответственные люди, а руководители городских управлений. Здесь же можно было и разузнать, например, у первых лиц, в какую спортсекцию записать ребенка, и посоветовать начальству обратить внимание на ту или иную особенность рязанской жизни, которую надо бы привести к должному порядку. Хотя праздник есть праздник, и вокруг было шумно, прежде всего от поздравлений и радостных приветствий. На удивительные действия в Рязань приехали жители многих районов нашей области. Настоящий праздник стоит дальней дороги, тем более, что на площади было много встреч. Ну, во-первых, я был приятно удивлен, что здесь, на этом большом семейном празднике присутствуют дети, их родители с удаленных уголков нашей области, в частности, из Путятинского, из Шиловского, Сапожковского района. И, конечно, мне было интересно, как у них настроение, что они здесь для себя нового увидели, какие у них ожидания, ну и как у них начался учебный Новый год. Председатель областного парламента на празднике Грин-парк территории детства был главным образом по зову сердца, но, конечно, и по долгу службы. Он сам обошел праздничные площадки, поздравил маленьких победителей конкурсов, от простейшей игры в классике до творческих состязаний юных художников, музыкантов и даже участников научных экспресс-векторин. Посмотрите, сколько людей, людям это интересно. Мы попытались рассказать сегодня на площадках, которые организованы в партии «Единая Россия», о своих проектах, которые мы проводим. Это детский спорт, это детские сады детям, это крепкая семья. Все эти проекты направлены на развитие способностей наших детей. Народ общался с бронзовыми людьми, старался подпрыгнуть и поздороваться за руку с белыми великанами, словно только что перешагнувшими рампы старинных театров. Желающие могли проявить талант, исполняя любимую композицию на площадке «Свободный микрофон». Ну а кульминацией всего праздник стал концерт звезд проекта «Голос». В Рязань приехали такие суперстары, как юные Рагда Ханиева и Лев Акселерот, и победители взрослой номинации «Голоса» Дина Гарипова и Сергей Волчков. А ведущий концертной программы Александр Олешко, кстати, обладатель отличного вокала не только поздравил с праздников каждого рязанского зрителя, но и сказал в интервью нашей телекомпании, что Рязань во многом стала отправной точкой его артистической карьеры. Когда мне было 14 лет, у нас было такое путешествие из Кишинева в Москву. Мы приехали в Москву с моим папой, с моей мамой, и их друзья жили здесь, как, собственно, и по сей день. Мы у них остановились, и это было в период моего поступления в эстрадо-цирковое училище в 1991 году. Поэтому я здесь загадывал, значит, свою будущую жизнь, говорил о том, что я вам вещаю, что обязательно артистами сюда вернусь, только дайте мне, пожалуйста, возможность, подпитай меня, земля, подпитай меня, Есенин. Вот такими прямыми, в общем, текстами я практически просил. Небо, пространство и этот город тоже. Так что праздник удался. И главное, что маленькие и взрослые рязанцы увидели, почувствовали, как много у нас вокруг хороших, добрых и талантливых людей. Это и есть Россия, Родина, это и есть будущее. От всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю в каждой семье, в каждый дом счастья, здоровья и радости. С праздником! Также в субботу принял присягу первый курс Рязанского десантного училища. Тоже праздник и не только для самих воинов, будущих офицеров, но и для их родителей, а также и для многих сердечных подруг, которые, возможно, в будущем станут спутницами жизни героев-десантников. Всего приняли присягу на верность Родине более тысячи курсантов-новобранцев Рязанского десантного училища. С этим торжественным событием поздравил будущих офицеров и начальник училища генерал-майор Анатолий Концевой. Он отметил, что такого массового набора в этот военный вуз не бывало, пожалуй, со времен Великой Отечественной. Но, конечно, чем больше молодого пополнения идет в войска, а курсантов в училище, тем спокойнее в стране, тем крепче мир. Это не просто солдаты, это будущие офицеры, прапорщики, которые решили свою жизнь связать, всю свою сознательную жизнь связать с армией. Поэтому в этот день я поздравляю с Днем военной присяги. Хочу пожелать вам, дорогие родители, родные и близкие, здоровья, благополучия, а товарищам курсантов стать профессионалами своего дела и достойно нести звание офицера-десантника. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечества. Вот и все на сегодня. Однако, как поется в песне, расставание не для нас. Сегодня в студии программы подробностей у нас с вами деловой рандеву с заместителем Рязанского Минздрава Еленой Большаковой. Разговор пойдет о том, как прибывшие к нам беженцы из Донецкого региона Украины обеспечиваются медицинской поддержкой. Так что, до встречи в эфире подробностей.